Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу Другой Мир. Здравствуйте. В эфире программа Другой Мир. Её ведущая Татьяна Доля, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня у нас в гостях Алена Лебедева, автор методики послеродового пеленания и основатель проекта «Роды до и после». Мама шестерых детей и акушерка с 30-летним стажем. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Очень приятно. Очень приятно. Я сначала думала, что этот наш эфир будет больше интересен женщинам, потому что роды – это всё-таки женская тема. Но вот Алена меня переубедила и сказала, что как раз это тема для мужчин, потому что мужчины в этом процессе играют… Мужчина роль. Да, да, да. Да. На второй день она уже танцевала, но я уже не помню, что, но ориентир был именно такой. И вот так я провела свой первый послеродовой период, второй, третий, а вот на четвёртый я уже не смогла встать. То есть мне было очень тяжело. Я подумала, что ж такое, какой-то непорядок. Как это так я, спортсменка-комсомолка-отличница, не могу встать после родов. И вот тогда я стала изучать всё, что касается послеродового периода, и я поняла, что у нас умерла культура послеродового восстановления. И поэтому столько женщин больных в возрасте 50-60 лет, все с опущениями, с циститами, с аднекситами, с какими-то другими заболеваниями по женским делам, по мочеполовому тракту, что именно вот этот период послеродового восстановления мы пропустили. То есть нам важно было родить, встать и пойти. А оказалось, это всё совсем не так. Ну и тогда я решила, что нужно восстанавливать культуру послеродового восстановления. Очень интересно, да, потому что на самом деле эмоциональное, психологическое и физическое состояние женщины после того, как она родила ребёнка, оно непосредственно отражается, очень сильно отражается и на мужчине, который рядом с ней, и, естественно, на маленьком ребёнке. Поэтому, в общем-то, в интересах мужа или мужчины сделать так, чтобы максимально ей облегчить вот эти первые месяцы. И для этого, в общем-то, и сделаны были ваши проекты, да. Вот что касается, давайте немножечко поподробнее поговорим о проекте «Послеродовое пеленание», да. Откуда оно пошло, в общем-то, откуда вы взяли основу этой процедуры? Я поняла, я нашла такую книгу, которую написала наша исследовательница фольклора, она Торрен, я уже не помню, как её зовут, фамилия Торрен. И она писала свою книгу порядка, наверное, 40 лет, начала в 20-х годах, и книга эта была издана в 60-х годах. И вот там она писала, что в России были очень интересные традиции по восстановлению послеродов, что женщину правили, сажали её в бочку с горячими травами, правили суставы и оборачивали мокрой тканью, клали на печку, к утру ткань высыхала, и таким образом суставы стягивались. Мне, конечно, это было интересно, но я нигде не нашла технологии, как это делать. Но в других источниках по фольклору я нашла, что говорили бабули, которые это делали, которые правили. Нашла другие какие-то варианты. Ну и везде упоминалось о том, что женщину кладут в горячую воду послеродов. Я с медицинским своим менталитетом никак не могла с этим смириться до тех пор, пока в 2003 году я не поехала на конференции и не увидела там женщин из других стран, где такие традиции сохранились. И женщин действительно правили в бане, правили в тёплой воде, везде использовали это тепло. И вот я своими глазами увидела женщину, которая послеродов кладёт родильницу в горячую воду, и, в общем-то, никто ещё не умер. И тогда я решила попробовать. То есть вы на своём опыте решили? То есть вы сначала эту процедуру прошли на себе? Ну, я её прошла на своей подруге, потому что в тот момент как раз моя подруга родила, и я решила сделать ей пеленание. Когда она получила совершенно потрясающие результаты, то я уже дальше начала это всё развивать. И, конечно, уже к пятым, к шестым родам. Я вот, честно говоря, я не знаю, чтобы было со мной без пеленания, потому что мне оно очень помогло встать и очень помогло быть в строю. Простите, а в каком возрасте у вас были пятые роды? Пятые роды были в возрасте 38 лет, шестые в 40. Понятно. Вот что касается послеродового пеленания. Эта процедура делается, её же нельзя делать как-то в домашних условиях, она делается где-то стационарно, правильно я понимаю? Или же вы выезжаете на дом и делаете это на дому? Нет, мы выезжаем на дом и делаем это на дому, потому что после этой процедуры женщине необходим покой. Необходим покой, и ей надо полежать, и для этого нужна, конечно же, помощь близких, и с ребёнком посидеть, и ей как-то помочь, чтобы у неё была возможность полежать. Поэтому, конечно же, эта процедура выполняется на дому. Но это не главная процедура, то есть это как бы точка в послеродовом периоде, а вот сам послеродовой период и культура послеродового периода, она включает в себя очень много понятий, и, к сожалению, сейчас не все понимают, что это такое, и какие задачи стоят перед женщиной в послеродовом периоде. Вот это бы хотелось донести всем. Да, пожалуйста, поделитесь, пожалуйста, с нами, со слушателями. Ну, получается, что у женщины происходит очень сильные психологические изменения, потому что часто сейчас современные женщины, ребёнка, которого они держат на руках, вообще младенца, они держат впервые. И согласитесь, вот эта ответственность, которая вдруг возникает на тебе на 24 часа в сутки, она очень тяжела, мы к этому не привыкли. То есть ты понимаешь, что ребёнок этот целиком и полностью зависит от тебя, а у тебя нет ни знаний, ни опыта, ни навыка какого-то общения, ни понимания того, что с ним происходит, и как ему помочь, и что вообще делать. И это очень большой и сильный стресс. Ну и, конечно же, женщина опускается в материнство, а здесь рядом стоит муж, и обязанности жены с нас никто не снимал. И получается, что вот этот вот треугольник, вновь возникший, когда была раньше Диада, муж и жена, а сейчас вот возникает какой-то треугольник такой, и он иногда получается таким косым и кривым. И, в общем-то, по исследованиям Денверского университета, получается, что через год после родов все супруги, которые были даже очень довольны своим браком до рождения ребёнка, получается, что они недовольны своим браком. И вот поэтому мне кажется, что мужчинам обязательно надо это знать, что у женщин идут гормональные изменения, они сильнее в 10 раз, чем ПМС, то, над которым все смеются после родов. Она в диком стрессе, потому что ей нужно фактически быстро, за несколько дней приобрести новую профессию мамы, когда она не знает, как кормить, не знает, от чего ребёнок плачет, нормально ли то, что он покакал, нормально ли то, что он проснулся, нормально ли то, что он кряхтит, то, что он вздрогнул во сне. И, конечно же, необходимо терпение и уважение друг к другу, к изменениям друг к другу. Нужно дать друг другу время, и необходимо понимать, что вот эти изменения, они должны быть прожиты совместно в поддержке друг с другом. Но это должны знать и женщины, и мужчины, потому что женщину, конечно же, нужно поддерживать в этом периоде. Ну и сейчас очень сильно распространена послеродовая депрессия или даже депрессивное состояние. И они, Всемирная организация здравоохранения, признаны самой главной причиной, по которой женщины, не то что женщины, а вообще, по которой люди не могут работать, они теряют работоспособность, и первой причиной смертности в последнее время. И большую часть в этой депрессии занимает именно послеродовая депрессия. Поэтому нам важно, чтобы вот из этого состояния женщина не скатилась в депрессию. Поэтому нам необходима поддержка близких, нам необходимо, чтобы женщине помогали восстанавливать свой физиологический ресурс, а её тело к этому времени совершило невероятное совершенно. Оно родило ребёнка, оно выносило и родило ребёнка. И физиологический ресурс растрачен. Поэтому сохранить и каким-то образом приобрести этот физиологический ресурс на материнство, на свою новую профессию в новом качестве, на то, чтобы уметь радоваться жизни, это, ну, в общем-то, тоже оказалось искусство. И об этом должна знать не только женщина, которой, в общем-то, тяжело после родов во всех этих новшествах, но и должны знать окружающие люди, потому что они должны понимать, чем ей помочь. Ну а мужчины у нас, они редко это понимают, потому что если им не выдашь раз, два, три, что нужно сделать, вот они, к сожалению, не догадываются сами, что нужно делать. Ну и потом такое впечатление в обществе, что раз она родила ребёнка, и раз она уже не беременная, ну уже всё, что, ну уже всё случилось, ребёнок, вот он, дальше нужно радоваться ребёнку, а ты восстанавливайся своими силами, как хочешь. И, конечно, вот это перенесение точки внимания с женщины на ребёнка, которое произошло в нашей традиции, вот это тоже большая ошибка, когда мама начинает очень сильно страдать. Вы знаете, мужчина, он не может догадываться, понимаете? Он не был в этом теле, и он не рожал, поэтому он не может никак догадаться, насколько женщине тяжело физически, психологически. Ну и плюс здесь, наверное, есть такой момент, когда наши женщины, ну, будем говорить о русских женщинах, они настолько привыкли всё тянуть на себе, что, в общем-то, ну, мужчина, он так и выглядит. Если ты что-то сама тянешь, то, в общем-то, ну, не надо обижаться. И я и сама слышала, и в свой адрес, что, ну, а что тут обижаться? Ты скажи, что надо сделать, и мужчина сделает, у него нет проблем с этим. Но женщины, они, в общем-то, не научены обращаться за помощью. Здесь другая сторона есть, понимаете? Да, поэтому я и говорю, что необходимо осознание самой женщины, что нужно просить помощи, что нужно говорить, нужно переступить через, я не знаю, это гордыня или не гордыня, или привычка, да, что это такое у нас. Нужно прямо просить вот это сделать. Ну и у нас здесь есть, конечно, много интересных таких вот примеров. Я часто, я не всё, что часто, я всю жизнь, вот все 30 лет я веду курсы подготовки к родам, и я всегда рассказываю о послеродовом периоде очень ярко, очень красиво, так, чтобы все были впечатлены, что происходит с женщиной, физиологией послеродового периода. И говорю, что необходимо, что требуется от самой женщины, что требуется от мужчины. И как-то я пришла на патронаж к вновь родившей маме, и смотрю, что у неё двое старших детишек было, и я смотрю, что кто-то там на кухне готовит, в доме всё чисто, и детей старших нет. И я думаю, надо же, откуда это у них, что это такое? Кто-то мама, наверное, приехала. И спрашиваю у папы, откуда вам такое счастье привалило? Он говорит, ты знаешь, вот когда ты рассказала о послеродовом периоде, я подумал, что... Я вспомнил свою маму, я вспомнил, как она переживала, как она тащила. Я знаю сейчас её проблемы, она постоянно лечится. Ей недавно сделали операцию по вырезанию внутренних органов, которые выпадали. И я решил, что с моей женой такого не будет. И вот они верующие люди, когда они пришли к себе в храм, то ему спросили, что вам подарить к рождению, к родам? И он сказал, я сейчас вам расскажу. Пожалуйста, помогите, чтобы у нас было чисто. Пожалуйста, помогите, когда моя жена родит, чтобы у нас старшие дети, не нарушена была логистика их в кружках и всё остальное, и чтобы было что поесть. И вот эти женщины из этого прихода, они организовались и помогли им и со старшими детьми, и с уборкой, и с готовкой. И вот первые 9 дней женщина лежала и наслаждалась своим ребёнком, и очень хорошо восстановилась. И вот я рада, что папа такое смог сделать. Он говорит, я, честно говоря, плохой повар, плохой уборщик, но зато я хороший организатор. Да, здесь на самом деле каждый мужчина может организовать этот вопрос по своим силам. Кому-то проще заплатить деньги и пригласить помощницы, которая будет готовить в этот период, убирать, следить за старшими детьми, если они есть, да. Кому-то, если там финансово не очень обеспечено, проще это сделать самому и на какое-то время взять на себя эти обязанности, да. Ну, а в данном случае вот мужчина, видите, как вышел из этой ситуации совсем по-другому. Здесь на самом деле вот ещё интересно было бы узнать, вот какие проводите вы курсы до. Но после уже понятно, да. Вот что касается до того, как женщины ещё ходят беременны и готовятся, наверное, сейчас, я, в общем-то, уже давно прошла этот путь. И я очень хорошо помню, это достаточно была весёлая картина, я до сих пор помню, когда мы приехали из роддома, привезли ребёнка с мужем, у нас уже была готова кроватка, знаете, эта дощечка лежала, мы положили этого ребёнка, ну, как он был запелённый, когда ещё с руками вместе, сели на диван такие вдвоём, сидим на него, смотрим. Ну, то есть, понимаете, ну, как бы понимание, что у нас родился ребёнок, у нас было, да. Но что с этим делать дальше вообще, ни он, ни я вообще понятия не имели, но ребёнок лежал молча, ну, наверное, каких-то минут сорок. Вот мы минут сорок сидели и тупо смотрели на него, понимаете. Ну, вот поэтому, конечно же, наш проект, это просветительский проект, мы проводим курсы и по подготовке к родам, где у нас есть и часть о беременности, и часть о родах, и часть о послеродовом периоде. И вот сейчас у нас как раз стартовал уже проект «После родов», где мы объясняем всё, как ребёнок спит, как его нужно кормить грудью, что для него нужно придумать, как быстренько обустроить быт, чтобы быстро готовить, чтобы всё было удобно, чтобы под рукой. И вот знаете, что удивительно, сейчас организовалось, а сами женщины организовали столько много профессий, которые в этой струе работают, что я даже удивляюсь, например, сейчас есть послеродовая дула, и об этом тоже нужно знать. Это женщина, которая приходит, она прекрасно знает физиологию родов, может последить за женщиной, всё ли в порядке или не в порядке, и точно так же помочь ей обустроить быт, для того, чтобы ей было легко ухаживать за ребёнком, и вместе с тем оставаться хозяйкой в доме. Извините, а где её искать? Это же, наверное, профессиональный, с медицинским образованием человек. Или как-то, наверное, это официально ищется, не по объявлению просто? Нет, вы знаете, вы набираете послеродовая дула, это женщина без медицинского образования, потому что медицинские вопросы она не решает. Она просто помогает. Сейчас есть консультант по грудному вскармливанию. Это тоже не медицинская профессия, но, тем не менее, эта женщина помогает наладить грудное вскармливание. Сейчас есть консультант по сну. Это когда ваш ребёнок не может каким-то образом спать, и вы вместе с ним не спите, и вся семья в ужасе, потому что все не выспавшиеся. Вот в таком случае приглашают консультанта по сну, и он помогает организовать сон ребёнка. Что мешает, как помочь, как обустроить спальное место, почему ребёнок может не спать и так далее и тому подобное. То есть очень много вокруг вот этих послеродов уже отдельных профессий. И, конечно же, профессия специалиста по восстановлению послеродов — это женщины, которые проводят патронаж, они могут ответить на все вопросы, могут помочь сделать специальный массаж живота. Но это как бы не массаж, это висцеральная терапия. Но если я скажу эти два слова, никто не поймёт, что это такое. Ну нет, слышали, все слышали, я думаю, уже об этом. И сделать вот эту процедуру послеродового восстановления, которая в народе называется пеленание, для того, чтобы у женщины всё стало на места, чтобы снять паттерн беременности, потому что мы во время беременности меняемся понемножку и незаметно для своего собственного тела и организма. А рожаем мы очень быстро, за сутки фактически. Наше тело изменяется, а вот двигательный стереотип не изменяется. И вот как бы после родов есть даже такая карикатура, когда стоит красотка такая с цветами, потом она беременная женщина, а после родов она уже ведёт за руку ребёнка, сама вся согбённая, живот вывален. И вот чтобы такого не было, мы помогаем женщинам вернуть осанку, вернуть вот дородовую фигуру. Вот так вот. Очень интересно. Вот для меня, правда, те профессии, что вы перечислили, особенно консультант по сну, это вот я, правда, впервые слышу. Действительно, я думаю, что у нас в Латвии тоже, наверное, есть. Надо просто ради интереса узнать. Даже не сомневайтесь. Я уверена, что есть, потому что Латвия достаточно передовая страна, и там, конечно же, в акушерстве и в около акушерских кругах там очень много и послеродовых дул, и всех, вот кого я перечислила. Так что наверняка есть. Скажите, пожалуйста, вот вы обучаете, у вас, наверное, есть какие-то курсы, где вы обучаете специалистов, да, вот девочки, которые выезжают, ну, поскольку это ваша авторская методика, вот если мы говорим о послеродовом пеленании, да, которые выезжают на дом по вызову, то есть об этом договариваются заранее, записываются. Правильно я понимаю? Как происходит вообще? Да, я обучаю по своему патенту, и, конечно же, эти женщины, они договариваются с женщиной, родившей заранее, и уже тогда со стороны родившей женщины необходимо подготовить какую-то поддержку, например, чтобы кто-то помог посидеть с ребенком, и мы тоже предупреждаем о том, что ей после этой процедуры необходим будет покой, и предупреждаем всех, кто рядом находится, чтобы этот покой был обеспечен ей. И, конечно же, ребенка можно покормить в любой момент, всех интересует обычно, а можно ли покормить ребенка? Да, можно прерваться в любой момент, прервать эту процедуру, покормить ребенка, то есть не то, что его там уносят куда-то, забирают, он орет все там 5-6-7 часов, которые делается процедура. Нет, он рядом с мамой, но вот просто нужен человек, который бы сделал так, чтобы ребенка можно было иногда периодически уносить, чтобы погулять с ним, чтобы женщина могла полностью пройти эту процедуру. Эта процедура очень интересная, и мы там, конечно, применяем различные техники, скажем так, остеопатической правки или мануальные правки. Мы подбираем специальный напиток, потому что для того, чтобы тело приняло любые какие-то, даже пусть и правильные воздействия, у него должны быть силы. И поэтому мы варим специальные такие напитки, витаминные с пряностями, подбираем эти пряности под каждую женщину, потому что каждую пряность можно рассматривать как лекарство. Варим такой специальный ей компот, очень интересный напиток, потом разгреваем ее в ванне с травами, ну и умасливаем, то есть она проходит такую очень приятную процедуру, и потом уже идет специальное такое перетягивание, то есть прессотерапия по зонам эмоционального напряжения. То есть в каждом теле у нас есть определенные зоны, где откладываются те или иные эмоциональные напряжения. И после родов, к сожалению, их очень много. И вот здесь иногда женщины и плачут, и смеются, и выговариваются все, как прошли у них роды, потому что субъективное восприятие родов, оно, конечно, у каждого разное и может быть очень тяжелым, потому что если роды произошли не так, как женщина хотела, это травма, несмотря на то, что вроде бы и она здоровая, и ребенок здоровый, но никто не понимает, почему она грустит и почему она не может переступить через эту травму. Ну и вот это как раз вариант для того, чтобы женщина рассказала все о себе, потому что, понимаете, у нас вот если вы раньше вступали в комсомол или в пионеры, была какая-то такая традиция, когда вот это фиксировалось, и вам повязывали галстук, давали комсомольский билет. Это было празднично, это было торжественно. А сейчас, представляете, женщина рожает, и в мире такое впечатление ничего не изменилось. Я помню, что для меня это было самое ужасное, когда я родила ребенка, я выхожу из роддома, а тут также ездят трамваи, автобусы, люди также буднично со мной разговаривают. То есть вот инициации в материнстве. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Да, ее не произошло. И вот эта, наверное, процедура, это как раз вот это отдание чести женщине, которая родила ребенка, которая подарила жизнь человеку, и вот за это ей низкий поклон. К сожалению, знаете, у нас как-то наши мужчины воспитаны, они не могут нам выразить своей признательности за то, что мы родили им ребенка, за то, что мы продолжаем их род. А я ехала в такси, там таксист был из Киргизстана, и как-то я ему обмолвилась, что у меня шестеро детей, и он сказал, да вы святая женщина, понимаете, что даже одну жизнь произвести на свет — это уже подвиг, а вы шесть жизней произвели. И вот, знаете, я сижу, я никогда так не относилась к себе как к какой-то героине, а я сижу, и мне плакать хочется, мне такого никто не говорил, вот просто села в такси для того, чтобы мне вот это вот сказали, и я чувствую, ну, наверное, только я знаю, как мне это было тяжело, и вот действительно мне таких слов никто не говорил. Вот поэтому вот такие слова я хочу сказать всем женщинам, что ваш подвиг, он приравнен к подвигу воина на поле брани, победителя, да, поэтому, конечно же, рождение ребёнка, оно должно быть, ну, не знаю, даже с каким-то поклонением женщине за её труды. Ну, вы знаете, восточные мужчины, им вообще проще понимать это, потому что у них у всех, у них много многодетных семей, и там немножечко другая ситуация, чем, скажем, у европейских мужчин, да. Очень часто я, по крайней мере, видела и в окружении были мужчины, у которых рождаются дети, и если мужчина ещё не был готов, он, ну, психологически не был готов, ну, просто получилось так, случилось, как случилось, да, то они вообще, маленьких детей, они их просто не воспринимают, они на них смотрят, как на котят каких-то, знаете. То есть мужчина начинает понимать вот то, что я вижу, да, он начинает понимать, что это личность, что это вообще не просто живое существо такое, которое шевелится там, ну, там что-то пытается производить. а что это личность, они начинают понимать только тогда, когда они начинают разговаривать, детки, понимаете, когда они могут с ними входить в какой-то контакт уже такой вот человеческий. И вот тогда мужчина начинает осознавать, что это действительно его ребёнок. Женщине ей так много времени не даётся, она должна понять сразу, что это её ребёнок и что она уже мама стала. Поэтому здесь есть небольшая разница между мужчиной и женщиной. Ну, вы совершенно правы, потому что женщины понимают это быстрее, потому что вот оно уже у груди, оно уже от тебя зависит. Но вы знаете, сколько сейчас женщин, тех, которым тяжело это принять, и они признаются в том, что они не могут любить ребёнка, у них не включается это только потому, что они родили, и только потому, что они женщины. И это тоже надо понимать, к этому надо стремиться. И женщину, у которой вот случилась такая нелюбовь, ну, необходимо поддерживать, чтобы вдруг эта любовь когда-то возникла. И это, ну, как бы неосуждаемо, а это данность сегодняшнего времени, потому что мы действительно не готовы. И то же самое общество, потому что, когда мы заходим куда-либо в магазин, нас могут не пустить коляской. Нам могут сказать, что где-то там, где мы стоим в очереди, негде ребёнка переодеть, негде с ним голову приклонить. Да, потому что вот вы правда сказали, что мы должны предоставить обществу ребёнка, который же умненький и благоразумненький, который воспринимается уже как член общества. А вот где он был до этого, да, вот это вот у нас никто не понимает и не отдаёт такой вот дань и чести матери, которая всё это время посвятила воспитанию этого умненького и благоразумненького ребёнка. Поэтому с этим, конечно, нужно быть знакомым и нужно понимать, что это существует, и поддерживать всячески женщину после рода. Ну вот я думаю, что обращаясь к женщинам, можно было бы сказать, чтобы всё-таки они обращались за помощью, потому что женщины, у них, наверное, это прямо в клетках заложено, что надо терпеть и тащить на себе. Поэтому если женщина просит, я ни разу не слышала, чтобы мужчина когда-то отказал женщине в помощи, любимый мужчина, муж, отец, ребёнка, да, если она действительно просит, но здесь нужно попросить и нужно просто дать сигнал, что тебе нужна эта помощь, а не так, что там первый год она что-то там тащит, она воспитывает, там двое маленьких детей. Очень часто бывает, когда они один за другим рождаются, ну и как бы считается, что ну давайте уже сразу мы отстреляемся, и у нас будет сразу двое детей. И где-то на второй-третий год ты видишь, что от неё уже почти ничего не осталось, потому что она сидит сразу с двумя детьми. Это правда. Поэтому нужна, конечно же, помощь. И знаете, вот по поводу просить, нужно ещё осознать, почему-то женщины сейчас боятся, например, делегировать свою ответственность хотя бы на какое-то время, то есть они не представляют, как можно взять и оставить ребёнка, чтобы сходить как-то отдохнуть. Поэтому хочу сказать, дорогие женщины, всё, что нужно ребёнку, это любовь того человека, с которым вы его оставили, и какое-то взаимодействие. И ваш муж с этим с удовольствием справится, он сможет любить своего ребёнка, сможет с ним взаимодействовать, точно так же справится бабушка, дедушка. И поэтому это не только ваш ребёнок. Вы скажите им, что это и их ребёнок тоже. И поэтому, конечно же, нужно просить о помощи, нужно уметь делегировать эти обязанности, не думать, что это всё на вас свет клином сошёлся. Вам нужно иногда отдыхать. И поэтому, конечно же, вот это вот «просить помощи», вы правильно сказали, я сама к этому очень тяжело шла, потому что очень тяжело попросить помощи. Кажется, что, ну, во-первых, что её просить, и так понятно, что нужно делать, и просто обидно, что этого никто не делает. А на самом деле, оказывается, непонятно. То есть нужно перейти. Да-да-да, мы все через это прошли, да. Ну и потом многие очень люди, они хотят помочь. Вот это надо понять. Вот как раз из Калининграда женщина, я вела недавно прямой эфир с блогером Еленой Орловой, и она говорит, что она была удивлена, что в Калининграде женщина какая-то написала, создала группу калининградскую, и написала, если кому-то нужна помощь посидеть с ребёнком, обращайтесь. То есть это совершенно бесплатно. И она была удивлена, что надо же, ну как, какой дурак будет сидеть с моим ребёнком совершенно бесплатно. Вот у неё прихватило спину, и ей нужно было посидеть, пока ей правили спину у врача. И она позвонила туда и сказала, что вот я нуждаюсь в этом. И сразу три женщины откликнулись, и она поняла, что надо же, я когда звонила, я вообще не верила в то, что мне помогут. Но сразу три женщины откликнулись, я села и чуть не расплакалась. И вот сейчас она тоже с удовольствием помогает тем женщинам, которым тяжело, с готовкой каких-то продуктов. Ой, это здорово, когда есть такие женщины, которые могут организовать такие группы. Потому что в наше время, в моё время, такого не было. И не было интернета, не было группы, и, в общем, этого всего не было. Но сейчас я знаю, что молодые мамочки, они правда, они все вступают в группы в Фейсбуке. То есть они правда друг у друга берут какие-то советы, они друг другу что-то там отдают, продают. То есть у них действительно это какое-то прямо сообщество организовывается. Да, взаимовыручка у них потрясающая. Это очень хорошо, потому что иногда просто нет к кому обратиться. Иногда в чужом городе ты один. И такая поддержка очень важна для молодой мамы. Ну и потом не у всех есть бабушки и дедушки, которых можно тоже попросить о помощи. Это правда. Есть у кого их просто нету. Да и у бабушек и у дедушек сейчас другая задача. Многие из них работают и, честно говоря, они несут без удовольствия и все помогают. Вот я работающая бабушка, и я всегда могу помочь своей дочери. Поэтому здесь, конечно, и само наличие бабушки и дедушки, оно уже не гарантирует вам помощь. Вот, Алёна, у меня такой вопрос. Вот сколько, по вашему мнению, должен быть декретный отпуск у женщины? Вот какой бы вы срок предложили женщине после родов, сколько она должна остаться с ребёнком, не выходить на работу? Я помню, что в Советском Союзе у нас был декретный отпуск совсем небольшой, но, тем не менее, три года разрешалось сидеть с ребёнком после, в неоплачиваемом отпуске. И как раз, когда приняли этот закон, был очень большой всплеск рождаемости, потому что, собственно говоря, каждая мама... Ну вы знаете, что, ну куда вы можете отдать двухлетнего ребёнка, трёхлетнего ребёнка? Это, если вы отдаёте его в садик, то это постоянное заболевание, то это напряжение нервной системы, это уже ранение психики, потому что дети в этом возрасте, они без мамы на самом деле не могут. И, конечно же, я думаю, что три года это просто минимум... Это было бы нормально, да? Я почему задала этот вопрос? Потому что в Европе, ну, мы знаем, что у них практически нон-стоп, они рожают и через каких-то... Каждая на работу. Да, и они сразу выходят на работу. Да, там, конечно, теперь разделяется декрет папы и декрет мамы, да, но, тем не менее, всё равно это очень недолгий срок. Ну, на самом деле, мне кажется, что вот традиция наша, она всё-таки ещё такая вот материнского воспитания, семейного воспитания, она жива. Вот. А я даже не знаю, как в Европе люди решают такие проблемы, потому что я вижу, что там большие высокие заболевания, то есть дети постоянно ходят с соплями, ну, в общем, то, что я вижу, мне не очень нравится, потому что больного ребёнка отводят в садик, потому что мама должна выйти на работу. И я вот, например, не могу так поступить со своими детьми, поэтому я бы не хотела жить в Европе в этом отношении. Ну, вы знаете, есть... Ну, насколько я слышала, в разных странах свои есть законы. Я не готова сейчас назвать в какой-то стране, я просто помню, что я что-то видела по телевизору передачу, где говорили, что каждого ребёночка, который приходит в садик, я не знаю, может быть, это был частный садик, ну, не буду говорить, ему меряют температуру и его проверяют, прежде чем он заходит на территорию группы и садика. И если у него хоть чуть-чуть повышена температура или какие-то есть симптомы, его отправляют домой. То есть его не берут в садик. Ну, это, наверное, и сейчас в связи с ковидом. А если убрать эту пандемию до начала пандемии, я не уверена, что так было. Да, возможно. Не готова сказать, это было именно в этот период, или это, в принципе, у них такие условия, да. А потом, знаете, если вы отправили из садика ребёнка вопрос о маме, что делать, то есть она должна будет уйти с работы, да, это значит, что этот день уже будет неоплачиваемым. Да. То есть это тоже всё так интересно. Поэтому, с моей точки зрения, необходимо, чтобы детский организм окреп, и тогда уже на окрепший организм хотя бы в три года можно уже отдавать в садик ребёнка и всегда понимать, что если ты берёшь на работу маму, то должен быть готов к тому, что в любой день она может взять больничный. Тяжело, конечно, так, да, кому нужны такие работники. Но вот с этого всё и начинается. Да, возможно, женщины бы и сидели сами дольше со своими детьми, если бы не была угроза потерять работу. Это правда. Об этом многие говорят, что, в общем-то, не потому, что они не хотят, а потому что они просто боятся потерять свою работу. Ну, это, знаете, вот удивительно, как ведь всегда раньше семью снабжал мужчина. И как так сейчас можно жить, понять, что у мужчины такая зарплата, что он не может снабжать семью. То есть получается, что работающих должно быть двое. И это, мне кажется, в корне неправильно. Потому что, конечно, мамы должны быть как-то социально защищены, даже в случае, если они потеряли работу. Да, наверное. Но, видите, время вот оно такое. И действительно, оно диктует какие-то свои уклады жизни. И всё меняется. Не всегда. Когда-нибудь удивляться, что у нас такая демографическая ситуация. То есть тяжело в этой ситуации иметь детей вообще, в принципе. Конечно. Поэтому каждый, который на это решается, я считаю, что она просто герой. То есть просто выполняет какую-то всемирную миссию. Миссию, да, да. Да, низкий поклон. Да. Ален, расскажите, пожалуйста, вот что же может являться причиной женской вот такой послеродовой депрессии? Потому что слово депрессия, она многими воспринимается как, знаете, как просто плохое настроение, затянувшееся. Да, многие не понимают, что это, в общем-то, уже заболевание, которое требует какого-то уже серьёзного лечения. Да, это такая безрадостность. Но, знаете, я всё-таки человек с медицинским образованием, и мне очень трудно, я врач китайской медицины, мне очень трудно сказать, что депрессия – это какое-то психологическое заболевание, психиатрическое вернее, да. Потому что любая депрессия, она возникает на отсутствии ресурса. То есть когда мама настолько истощена, вполне возможно, что у неё была анемия или недостаток каких-то микроэлементов, она была не выспавшаяся. То есть это истощение по многим параметрам, и вот тогда начинается депрессия. И на самом деле её очень сложно уловить, потому что окружающие люди, они не понимают, что происходит с женщиной, и поэтому существует так называемая Эдинбургская шкала, когда вы чувствуете, что уже достаточно давно у вас есть безрадостность, когда у вас уже нет просвета в голове, вам кажется, что вообще весь день похож один на другой, и, в общем, нет впереди никакой радости, то нужно посмотреть по Эдинбургской шкале, она очень быстрая, там всего 10 вопросов, и тогда вы оцените степень своей усталости, и вполне возможно, что вам нужно будет сразу обратиться к психиатру, даже не к психологу, а к психиатру. Ну и я ещё раз повторяю, что нужно сохранять женский ресурс, необходимо давать женщине выспаться, необходимо давать отдохнуть, потому что в это время у неё есть ещё одна нагрузка, она кормит молоком, то есть она все самые свои полезные микроэлементы, витамины, которые у неё есть в организме, она отдаёт, и поэтому её постоянно необходимо чем-то пополнять, и спать при этом надо обязательно. И вот для того, чтобы женщина не скатилась в депрессию, нужно очень много для себя, я всегда говорю беременным, напишите очень много пунктов всего, что возвращает вам ресурс, какие-то, может быть, встречи, какие-то… Наслаждения, свои женские наслаждения, да. Еда какая-то, всё что угодно, но чтобы вы просто могли посмотреть и сказать, ага, вот сейчас я хочу вот этого, помогите мне сейчас восстановить свой ресурс с помощью вот этого. И здесь, конечно, очень важна помощь окружающих, потому что если женщина скатывается в депрессию, нужно понимать, что это вот не то, что она была хорошей такой девчонкой, а родила и стала какой-то стервой. Это действительно заболевание, вы правильно сказали, и нужно помогать женщине выкарабкиваться из неё. И вот Эдинбургская шкала – это очень важный момент, потому что, например, даже в Англии считается, что там очень мало людей обращается по поводу депрессии только по одной причине, потому что нет грамотности населения в этом вопросе, никто не знает, что это такое. Поэтому вот для того, чтобы наши люди знали, я говорю, что мерилом является вот эта Эдинбургская шкала, и дальше уже нужно обращаться к психиатру. То есть это заболевание, которое нужно лечить срочно, оно может закончиться очень плачево. Но вы знаете, я бы всё-таки, было бы несправедливо в нашем эфире не затронуть тему и мужчины, роль мужчины в этом всём процессе, потому что я просто по роду своей деятельности очень часто сталкиваюсь с девочками, женщинами, которые просто рассказывают, как они ведут себя. И я вижу, что когда появляется ребёнок, всё, она мама, то есть она только мама. Но здесь нужно не забывать, что всё-таки остаётся мужчина, он, в общем-то, ну да, он стал папой, но он не перестал быть мужчиной. И здесь вот, наверное, я не знаю, кто-то тоже должен рассказывать женщинам об этом, что мужчина, он тоже тяжело переносит вот этот декретный период женщины, потому что он полностью лишён такого же ресурса своей жены, потому что весь ресурс переходит на ребёнка. И здесь это очень-очень, вот я считаю, что очень нужно быть тонко, чувствовать этот момент и действительно привлекать все возможные ресурсы, там, бабушек, дедушек, там, оплаченных помощников, чтобы женщина всё-таки оставалась и женщина. Я не говорю, конечно, первые месяцы после родовые, там, ну, это понятно, и любой мужчина это понимает. Я говорю уже о периоде, когда проходит время, и она остаётся только мамой и через год, и через два, и через три. И, в общем-то, ну, вот на этом и начинается разрушение отношений. Ну, вот это моё такое вот видение. Да, вы совершенно правы, но я хочу сказать, что вот вначале мы сказали, что очень многие уже через год после родов, они недовольны своим положением в семье. Почему? Именно вот из-за тех причин, которые вы перечислились. То есть женщина опускается в материнство, и она забывает, что обязанности жены с неё никто не снимал. Но, понимаете, здесь ещё одна очень важная вещь. Когда мы говорим о том, что женщина должна что-то там, мужу там или ещё кому-нибудь, это значит, что у неё должен был быть ресурс. И вот если со стороны мужа идёт вот такая вот помощь, когда он пытается сохранить, помочь женщине, то женщина, конечно же, не может этого не оценить. Она влюбится в своего мужчину заново. И вот как раз опять по исследованиям Денверского университета говорится о том, что, во-первых, необходимо для женщины найти баланс между материнством и обязанностями жены. Во-вторых, конечно же, лучше себя чувствуют те пары, которые больше остались любовниками, чем те, которые опустились в воспитание детей, в материнство, в отцовство такое. Безусловно, да. И как-то разрушили связь между собой. То есть не разрушили, неправда, потеряли. Потеряли, потеряли, да-да-да. Оно потом идёт к разрушению, безусловно, если ничего не начать делать. Конечно, и эта тема, вот она, правда, это отдельная тема именно взаимоотношений. И, ну, наверное, всё-таки это и какое-то тоже должно быть культура, обучение женщины. Какие-то, ну, наверное, вот я не знаю, на своих курсах говорите ли вы об этом, наверное, говорите, безусловно. Обязательно. Обязательно, потому что я прошла, ну, уже 30 лет веду эти курсы, и вы понимаете, что когда ко мне приходят люди замечательные, чудесные, и потом через какое-то время я узнаю, что они развелись, я очень сильно переживаю. И, конечно же, я строю свои курсы таким образом, чтобы вот эта семья укреплялась, и чтобы после родов оба знали свои обязанности и оба помогали друг другу, чтобы женщина одна не оставалась. Вот наедине с вот этими своими проблемами, когда она должна просто окунуться в материнство, и всё. Я благодарю вас, Алёна, за беседу. Очень рада была с вами поговорить. Эта тема, она, ну, правда, важная и как для женщин, так и для мужчин. И я думаю, что каждый слушатель что-то для себя вынес из этого. И спасибо вам большое. Всего вам хорошего. Спасибо за приглашение, было очень приятно. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.